Трамп своей тупой политикой уже дает дегенеративные такие же тупые ростки на еврогеополитическом пространстве. Чего только стоят его как бы невменяемые действия, не дипломатические по отношению неподавания руки Меркель, отталкивания президента Черногории, а с другой стороны похлопывания по дружеским местам Путина на азиатском саммите. Это с одной стороны кажется, как один политолог говорил, что поляки не такие идиоты, когда демонстрируют из себя невменяемых. Значит, то такая политика обдуманная Трампом, которая заключается, что уже лучше демонстрировать из себя невменяемого, пораженного гордыней, чем просто глупца или идиота простого. Так как эти экстравагантированные, экстравагантные всплески эмоциональные, как у павлина на арене международной, у Трампа называть? Экстраваганция еще плюс перед своей семью, эпатажность и так далее. Чем он тешит или компенсирует недостаток своего эгоцентризма? Как это называть? Обдуманная невменяемость? Что, ну, гордыня такие, империя, вот он скачет-скачет, и ему одному только известно, куда он повернет свои эсминцы и куда ж он нанесет удар? Или это просто необдуманная вменяемость? Так, с кондачка. Попер, а оно не вышло. И пришлось ему похлопывать уже не президента Черногории, не Меркель руку подавать, а подавать, как верный своим публичным обещаниям, что вот он сейчас, сейчас, вот он позвонит Путину, и все залатвит, и все решит. Вот эти похлопывания его на азиатском саммите. И может, то все и смотрелось бы через иную призму, но с ядерными теперешними испытаниями Северной Кореи опять понижается позиция того же Трампа. То значит и всей Америки, той империей, которая должна править благоверно. Нация американцев с множеством абсолютно различных рас. С другой стороны, к чему это все? К чему такая благовейная критика? Которая, в принципе, если бы даже все вместе загласили, то она ни на что не влияет. Или скажите, что предлагается Трампу выступить против России, разобрать ее, отдать там Китаю или еще что-нибудь. Но с другой же стороны, что-то делать и нужно, потому что в самые жесточайшие имперские времена биполярности мира, коммунистического и капиталистического, все-таки американцы что-то делали и в Чили, и у себя на территории, и в Европе, чтобы враг там не закрепился, коммунистический. Но сейчас это делается вяло. Сейчас это делается все с подачки, с поучений, поучений своей партии на Трампа. Которая та партия не хочет выглядеть примерно как хвост павлина рыжего трамповского. Не хочет его партия упасть просто в грязь лицом. Получается, что не позасистемник, не внесистемник Трамп может или не может по своему павлинному велению, по своему великому бизнес-опыту, менеджерства, на которое он сколотил миллиарды, явно ему помогали какие-то массонерия. Частичной благодарности, отплаты которой, я так думаю, является Иванка Трамп, которая сейчас иудеями, а иудеи в Америке не могут и не могли быть поза массонериями. В свои времена, по крайней мере. То есть, вот этот великий менеджер просто так, по своему велению, вменяемому или невменяемому, вот просто так, в щелк, как по волшебному велению, как люди на него, все избиратели смотрели, что вот он завтра придет и станет классный чувак, как у него на кепке написано, Make America Great Again. Это получается сделать Америку Great, Великой. Через что? Через подел, разделение снова мира на биполярное существование Россия и Америка. И так они между собой, а там еще маленькие мирки, поле полярное. Европа и Азия частично. И вот бы Трамп с Путиным, там в этих биполярных мирах, параллельных, занимался бы решаловым. Это с одной стороны, да, это негативно, так не должно быть. Потому что все вот и маленькие, и большие поле полярные страны, и континенты тоже должны играть свою политику. Но кидать им как кость, знавожатый их, как он Меркель, знавожая. То есть он этим самым Меркель толкает снова в кооператив Озеро. Хотя сам от этого кооператива на другом континенте. Американцы вдалеки от границ России. Зато у них близки границы Северной Кореи. И различные азиатские и мусульманские тигры. Против которых они должны бороться. Ну, пример тому же ИГИЛ. Это как пример нужно привести советские партизаны. Вместо того, чтобы бороться с гитлеризмом и с фашистской оккупацией, они боролись так, чтобы эта фашистская оккупация полила мирные села, деревни, хутора, за то, что в этих селах пришли советские партизаны и убили наместником Гитлера. Немножко только можно спараллелить эту ситуацию с тем, что две за три недели теракта в Египте. Приезжает туда Путин уже в фешенебеле и в фанфарах. То есть с терактом не американцы не могли помочь. А вот посмотрите, как Россия, путинская Россия, справилась в Сирии. Вот если что, мы вам крышу свою тоже предоставим. Только вы дружите, и если что, давайте нам военные и ячейки, плацдармы в борьбе там с тем, с тем, которые, как партизаны советские, будут приходить и вам делать теракты в ваших мечетях и в людных местах. Но мы будем в вашей крыше, потому что смотрите, как мы умело расправились. Ну умело, естественно, столько жертв невинных и бомбардировки невинных больниц и тому подобное. То есть что мы видим? Что никакой харизмой, никакой персфазией вот этот позашляховик, позасистемник, Трамп, с будь каким павлиным хвостом, не может пойти на ура и всем кричать, выключайте свою церебральную систему полушария, включайте лимбическую. И смотрите, как делаю я, делайте за мной. К сожалению, практически все остается в поле силовых и экономических, естественно. Ну и больше, конечно, в авторитарно-силовых воздействиях мировой гегемонии. И никакие его вот эти распущенные хвосты и его семьи, и его самого сильно, ну даже и не сильно, ну практически никак не влияют. Потому что чем больше это распускает что-то, тем больше тебе нужно потом после этого демонстрировать результаты. А результаты почти такие же, как и в Украине после выборов. То есть, если и дальше все так пойдет, вот эти павлинские скакания не черного, а уже рыжего президента Соединенных Штатов Америки, может привести к такому решаловому, биполярному миру, тихому, не кричащему о себе России, там где поделенные сферы вплыву, влияние, и Трампа, и как бы Трамповое поделение. Хотя это совсем не Трамповое поделение, это поделение территорий на тех, кто хочет жить в нормальном, демократическом мире. И только Америка способна этот мир в той самой закостельнелой от коррупции, и совка Европе, восточной, только под протекторатом. То же самое НАБУ в Украине. Может хоть как-то... И вы не сховаетесь за кордоном, мы найдем вас и там. Свои нации! Сверху! Вот эту закостенелую, цареподданическую, патерналистическую абсолютно, на генетическом уровне, хотя тут было и право Магдебургской в Украине, даже в Белоруссии, но все равно вот этот советский савдипизм так и остался. В людях, которые вчера кричат, что они националисты, завтра приходят они к власти, и начинается все опять то же самое. То же воровство и тот же пиар этого своего воровства в офшоры. И только Америка может как-то продемонстрировать, что она настоящую демократию несет, и что у нее на долларе правильные слова написано. In God we trust. Вместо этого, к сожалению, мы только видим павлиные хвосты Трампа, который отпихивает в Европе то президентов Черногории, то ли еще какие-то кондачки. Сфарганивает, к сожалению. То есть, к чему вот это все разъяснение и понимание ведет? Что в Америке главное тело сути Америки и гланоопределяющей, и играющей роли и внешней, внутриполитической политики играют вот эти партии, демократическая и республиканская. А павлиные хвосты это только представители этих партий. Получается такой одиоз, что и разговаривать с главным лидером Европы, если что, это касается политики Польши, следует, это было так до 16-го, где-то до 17-го года, следовало было разговаривать с Ярославом Кочинским, который был главным серым кардиналом всей провидции Польской. Даже вместе с Павлом Кукизом и его псевдонатиками, так сказать, с народовцами и псевдонародовцами, которые так помешались, что не узнать, даже бывших народовцев 30-х годов, во времена Пилсудского. И сейчас президент Польши, Анджей Дуда, старается играть свою многовекторную политику в Польше, объединяя объединяя всех и ультраправых, и ультралевых, ну, не буквально объединяя, но какой-то старается консенсум для них придумать. Или развал Польши, балаган и обнищание основы экономики, которая очень сильно, сильно, очень зависит от Европы, Евросоюза и от немцев, банки немецкие и тому подобное. Но все политики преклонились перед павлиным хвостом Трампа, который приехал в Польшу и на суперглобальных, всеобъемлющих медиа, ну, правецовых, правых медиах Польши расхвалил, обхвалил, выхвалил то, чем для правильцев Польши, для ПИСа является сейчас идеей. Это армия Краева и ее борьба с коммунизмом. Забывая о многих вещах глобальных, в которых Польша принимала участь, как до войны, так и после войны, будучи телом коммунистическим, не самостоятельным. Теперь мы видим это тело самостоятельное в лице как Ярослава Кочинского, ПИС и многих политиков, которые пытаются играть роль как бы самостоятельную, но они часто копируют Трампа со своим павлиным хвостом. И у них получается это кволо и смешно с тем примером как бы неадекватности и идейности в натирании и давлении то на Украину, то еще на кого-то. И получается цирка маразматическая, что Трамп похлопывает Путина, убийцы 96-ти польских патриотов под Смоленске в 10-м году. Путин сейчас насмехается над поляками, что кто ж бомбу заложил самолет с Варшавы вылетел. Но до Варшавы он находился несколько недель или то ли месяц в России как бы на ремонте. И что тогда при этом ремонте туда могли позакладывать. Это уже вопрос, который Путин не хочет даже и думать, и ему никто об этом и не задает, чтобы он ответил на этот вопрос. Что ну да, самолет вылетел с Варшавы, ну закладку туда сделали, где? Это же не то, что там спичный торобок С-4 или тротила в малом эквиваленте или пластида. Там взрыв был очень огромной силы, что разбросало самолет на 64 тысячи частей маленьких и больших. И часть крыла была за 100 метров до локализации падения. И вот они кричат, поляки, повиться пульска оды Трампу, а Трамп в это время похлопывает по дружеским местам Путина. Потом поляки вместе с венгерами ополчились против с Орбаном, скорее сказать, против, чтобы накладывать вето на ненужное. Ну, в принципе, это как бы эгоистически, эмпирически это правильно для Польши, чтобы уния европейская не могла наложить тотальные вето, штрафы на Польшу и на Венгрию. И они вместе против унии голосуют. Венгер для поляка братанок. Но вместе с тем этот братанок, венгер такой братанок приглашает к себе урочисто и фешенебельно Путина. И кнует с ним, формазолят Южный поток 2-3 и тому подобное. А потом те же поляки цитируют Черчилля, который там что-то говорил когда-то, что нету друзей, есть только бизнес-типо как бы партнеры, недословно. Вот и бизнес-партнеры. Каждый сам за себя в то время, покуда Трамп с Путиным пытался своим павлиным хвостом соорганизовать кондачок решалов биполярного мира, в котором бы Россия для начала начала бы как бы играть такую тихую роль сначала, а потом бы снова влезла на престол. Уже не тихой роли, биполярной, а очень громкой. А подлость этой роли каждое государство вблиз России, поблизу России, государство, которое находится вблизи России, понимает, что человек в России это пешка, это никчемная фигура. А пиарский фешенебал лидера этой России только отводит, уводит вдаль демократию, нормальную демократию, никто же не говорит, чтобы по образу такому-то либо такому-то. Россияне считают себя умной, образованной, духовной, спиритической нацией. И не хотят почему-то образцу строить демократию. Пускай построят хоть по своему образцу, но только чтобы это была демократия, которую можно сравнить хоть с какими-то международными стандартами, а не коррупционными стандартами бандюков, чиновников и тому подобное, мафий, которые держат обычного обывателя старых древних русских, руси киевской, вот этих князей, которых постоянно вот эта Московия предавала и продавала всем, кому не лень, от Батыя до кого угодно. Такая суть этого продажного московитянского государства, к сожалению. И все в России ему поклоняются патерналистически, к сожалению. московитина. Нес quanto to the